Наш век духовного оскудения и нравственного упадка Отрицать это невозможно Мы все свидетели тому, как за 20 лет упала общая культура Снизили эстетические критерии Лакмусовая бумажка, наш язык, наше слово, наша речь Чем менее народ видит воодушевляющих примеров для подражания Вокруг святых как бы и не видно К сожалению, мы не живем в век преподобного Серафима Саровского, Амбросия Оптинского Тем более народ становится легковерным Наивным, но не невинным в своей легковерности Например, у многих прихожанок, христианок женского пола Суд не сходит в слово «старец» И в это понятие русский человек вкладывал всегда очень много Старец – святой человек Старец – почти что пророк, которому открыт внутренний мир Приходящего к нему Старец – тот, кто видит разрешение многих ваших трудностей И в состоянии предупредить вас о грядущих опасностях Старец – это тот, по умановению руки которого Все само собой, размен квартиры, обретение жениха Поступление сына В мимо свершается Старцы в Мытищах, старцы в Капотне, старцы в Лобне Старцы на Бауманской, старцы в Соломенной, иной какой-то сторожке Меня берет отыры, потому что старцами не рождаются, старцами становятся А прежде с послушниками Между тем, как сегодня все мы, батюшки 20-21 столетия, молодо-зелено Проходим один и тот же путь с нашими прихожанами И дай нам Бог, говорим о священниках, быть просто нравственными людьми В наше время священнику спрос предъявляется И планка не слишком уж высоко должна быть поставляема Я хочу, чтобы батюшка, у которого я кормляюсь, был хороший семьянин Верный муж своей жены Или был усердный инок Чтобы это был послушный сын православной церкви Без каких-то уклонений от исповедания истины Важно, чтобы священник был нравственно не порочен Чтобы он вел жизнь незазорную Чтобы он был приличным, уважаемым человеком Имел духовный и нравственный авторитет Ну и, конечно, с благоговением Относился к службе и с любовью к людям С молитвой к Богу, с любовью к людям Вот и все Остальное приложится по благодати священнику Проблема, которую вы назвали, очень существенна Народ сегодня от внутренней безответственности От привычки перекладывать свои дела на чужие плечи Ищет Deus Ex Machina Ищет чудесного разрешения трудностей собственной жизни Сторонней инстанции И действительно, это очень больной вопрос Когда уже совсем не юные особы А состоявшиеся матери, мамочки, жены Ну, как правило, это проблемы женщин безбрачных Как будто зависают, подвисают на батюшке Почитают его за какую-то музыкальную, волшебную, механическую шкатулочку Или за газированный аппарат Ткнул и влага живительная полила Думают, что священнику вместе с рукоположением Дается благодать профессионально разбираться во всех вопросах От строительного до стоматологического Батю, как вы считаете Мне ставить мост на остатки моих зубов Или идти по совершенно новому пути И, конечно, трезвомыслящий священник Должен не без иронии, а иногда и строгости Отфутболивать подобные вопросы Дабы Его прихожане Адекватно Воспринимали благодать священства И не переносили ее на все прочие стороны жизни Проблеме, которой вы Коснулись, есть и другая сторона Этическая несогретость Сердец современников любовью Нет теплоты во взаимных отношениях Телевизор внедрился вместе с компьютерами И разобщил домочад Сердца Для людей это откровение Прибавим, что сегодня Не так уж много людей Трезвомыслящих Не так уж много людей здоровых Да кто похвалится Телесным и душевным здоровьем Много тех, кто носит Психологические, психические травмы Просто болен Вот почему атмосфера на приходах православных Иногда озадачивает Случайно зашедшим в храм посетителя Батюшка напоминает воспитательницу детского сада За которой вьются, вьются, вьются Голыши, малыши Кому 40, кому 65 Задают ему всякие смешные вопросы Батюшка, благословите мою новую шляпку И дай Бог нашим батюшкам Не лишаться чувства юмора Дай Бог им не изнемогать в их труда Но при этом и не становиться заложниками обстоятельств Жертвой обстоятельств Священник должен мудро пастырствовать И иных Вежливенько Дистанцировать от себя Дабы дать возможность Пообщаться С собой Тем, кому это действительно нужно Кто первый раз Первый класс пришел Боже сам А насчет подмены Очень актуально И очень болезненно Почему Давайте-ка бросим камень В наш священческий огород Ведь сегодня Пастырство Многие Воспринимают Как право на обладание людьми Виновата, я думаю, то же самое самолюбие И отсутствие духовной культуры Три дня тому назад Мне попалась книжечка Про одного инока Еще До военного Воспитания Который Оказался Волею промысла Божия Хранителем Главы Преподобного Сергия Радонежского Провидя, что Большевики Надругаются Над мощами Наместник Лавры Поручил ему Сокрыть эту главу Потом она была Возвращена В Лавру Так как же называется Эта книжечка Не люблю Властвовать Над людьми Меня поразило Это наименование Потому что Весьма часто Настоятели Игумены Безгоду неделя Каким-то образом Начинают господствовать Над доверившимися Им Словесными Оками Я тебе не Богословляю Я вам не разрешаю Вот с этим Не дружите А с теми Дружите Смешно Если бы не было Грустно Поразительно Что иногда Сами прихожане Взрослые Мужчины Млеют И тают От подобного Рода Администрирования Они Не сознают Подмену Полагают Что встретили Подлинного Старца Который По мензурке Им Отсчитывает Капли воды Для ежедневного Употребления Между тем Как батюшка Посылает Этих Послушников Трудиться От зари до зари В собственном Огороде И не лишен Иногда Прагматических Мотивов Пользуясь Такой Мягкотелостью И бесхарактерностью Современных Прихожан Горе И пасторем И пасомом Мне кажется Что священник Должен помнить Слова Старца Алексея Мечева Который В 20-е Года В 20-е Веке Усмешал Москвичей Во время Революционного Викрии Ему как-то Обратились С словами Батюшка А как Нужно Относиться К человеку И тот Ответил Как только Что Распустившемуся К предку Так и мы Священники Действительно Должны Быть Далеки От всяких Прихватизаторских Намерений Я имею ввиду Даже не грубую Поры А некую Психологическую Зависимость В которую Попадают Наши Посолы Уже Не в силах Будучи Шагу Ступить Без Батюшкиного Совета На Западе Психологи На Востоке Астрологи А у нас Батюшки Берущие На себя Слишком Много Нет Давайте будем Хранить Взаимную Дистанцию Давайте Ценить Дар Христовой Свободы И оставаться При рассудительности Так Чтобы И батюшка Не был Укоряем Справедливо И прихожане Не получали Вред От того Что Из словесных Овец Превращаются В баранов Продолжение следует